Беда объединяет и два крошечных щенка, которые стали героями этой истории, в очередной раз подтвердили это. Маленький Еремия попал в приют после того, как его нашли на улице работники контроля за животными. Щенок был очень слаб, болен и один его глаз был инфицирован. Когда его занесли с помещения, он был напуган и не знал, чего ожидать от этого места с холодным бетонным полом. Почти одновременно с Еремией в этот же приют был доставлен Нил щенок-подросток, которого также нашли на улице. Он был немного больше и старше Еремии. Это был государственный приют и в нем была проблема переполненности. Для маленьких больных щенков тут попросту не было места. С большой долей вероятности можно было утверждать, что это была их последняя ночь. Пока работники приюта оформляли прибытие щенков, крохи оказались в одной комнате. И Еремия был так напуган, что ему хотелось к чему-то или кому-то прижаться. Он скромно подошел к Нилу, который отдыхал в это время и улегся прямо ему на спину. Они до этого никогда не встречались и не были знакомы, но сейчас они нуждались друг в друге. Эта сцена так тронула работников приюта, что один из них тут же связался с Сильвией Сильверштейн, которая занимается спасением животным. Услышав историю щенков, она тут же бросилась за ними. Они так мило лежали вместе, помогая и поддерживая друг друга морально в столь трудные минуты. Они даже не догадывались о том, что могла бы быть их последняя ночь. Их внесли в списки на эвтаназию из-за того, что места в этом приюте переполнены. И хоть теперь все будет по-другому, я не могу перестать думать о том, что могло бы случиться с этими крохами, говорит Сильвия. Приехав за Еремией и Нилом, Сильвия увидела еще одного песика в очень плохом состоянии. Его звали Джаспер и он нуждался в лечении. Из приюта она забрала всех троих щенков. Теперь крохи проходят лечение в одной из ветеринарных клиник. И Еремия и Нил продолжают держаться вместе и не любят, когда их разлучают. Сильвия надеется, что сумеет подыскать для них общий дом. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...